Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке я хочу вам рассказать про метод частотного разложения для ретуши кожи. Суть этого метода заключается в том, что мы раскладываем кожу на несколько частот или на несколько слоев. На первом слое у нас с вами будет содержаться тон кожи, а на втором слое будут содержаться детали и все дефекты на коже. И таким образом мы можем редактировать оба слоя независимо друг от друга, что очень-очень удобно и позволяет в полной мере сохранить нам текстуру кожи и выровнять ее тон. Ну что ж, давайте теперь рассмотрим, как разложить кожу на частоты. Открываем фотографию, с которой хотим работать и первым делом создаем две копии нашего основного слоя. Нажимаем два раза комбинацию Ctrl-J и еще раз Ctrl-J. Верхнюю копию можем назвать детали, а нижнюю копию давайте назовем тон. Верхнюю копию пока что можно отключить и немножечко поработаем с нижней. Первым делом давайте перейдем в пункт фильтр и выберем здесь пункт размытия и размытие по гауссу. При помощи данного фильтра мы с вами разгладим тон кожи и ее немножечко выровняем. Здесь нам необходимо подобрать такой радиус, чтобы у нас основные детали были видны, но тем не менее, чтобы кожа у нас выровнялась по максимуму. Обычно радиус здесь подбирается в диапазоне от 10 до 15, в зависимости от размера вашей фотографии. Ну давайте в данном случае оставим где-нибудь 12,7. Нажимаем клавишу ОК и включаем теперь верхний слой, щелкаем сюда. Далее идем в пункт изображение, внешний канал. Так и здесь нам необходимо вот в этом выпадающем списке выбрать наш нижний слой, то есть слой тон. Выбираем его, ставим сразу галочку инвертировать, режим наложения поставим добавление, прозрачность 100, масштаб 2, сдвиг 1. Убедитесь, чтобы все настройки у вас были такие же, как у меня. После этого нажимаете на клавишу ОК и меняем режим наложения на линейный свет. Таким образом мы получаем исходную фотографию, уже состоящую из двух слоев, то есть разложенную на частоты. Теперь эти два слоя можно объединить в отдельную группу, выбираем их оба, нажимаем комбинацию Ctrl-G и если мы, к примеру, сейчас выключим верхнюю группу, то мы видим, что ничего не изменилось. У нас получилась точно такая же фотография, но теперь мы можем редактировать детали и тон кожи отдельно друг от друга, что очень-очень удобно. Ну что ж, давайте начнем с тона. Будем в первую очередь выравнивать кожу. Делать можно это несколькими способами. Давайте, к примеру, возьмем инструмент лассо, растушевку поставим на 50 пикселей и будем выделять те области, которые у нас не выровнялись. В данном случае у меня вот здесь вот заметны пятна на лбу. Вот таким вот образом выделяем это место и дополнительно его размываем. Для этого переходим в фильтр размытия по гауссу опять. И только в данном случае радиус можно увеличить примерно до 50 пикселей. Как видите, эта область у нас выравнивается и кожа здесь становится ровной. Нажимаем ОК и также продолжаем в других участках. Также выравниваем эту область точно таким же образом через размытие по гауссу и также здесь. Нажимаем ОК и идем дальше. Теперь переходим на щеки. Также выделяем области, которые нуждаются в дополнительном размытии у нас и также их выравниваем. Еще вот здесь. Также необходимо нам разгладить кожу. Давайте сразу посмотрим, что у нас изменяется, как вы видите, до и после. Чуть-чуть увеличим изображение и продолжаем выделять области. Теперь здесь. Также размываем. ОК. Также здесь. Чтобы у нас не было глубоких морщин. Нажимаем ОК. И также выравниваем кожу на подбородке. Здесь можно чуть-чуть уменьшить радиус, чтобы у нас остался блик заметным, да? Ну, примерно так. Еще раз смотрим до и после. Как вы видите. Так, ну и можно еще проработать вот здесь вот кожу около носа. Размываем. Нажимаем ОК. И непосредственно кончик носа. Также давайте немножечко разгладим. Вот примерно так. До и после. Отлично. Ну и после того, как мы с вами выровняли тон кожи, можно переходить на верхний слой детали. Теперь уже займемся устранением мелких дефектов на коже. И будем их удалять при помощи двух инструментов. Либо точечная восстанавливающая кисть, либо обычная восстанавливающая кисть. Здесь уже, как вам удобнее, можете использовать восстанавливающую кисть. Перед войзем давайте ее немножечко настроим. Поставим угол где-нибудь на 45 градусов и немножко ее сплюснем с боков. Таким образом у нас все изменения будут происходить незаметно и естественно, да? То есть области, где мы будем прорабатывать кисточкой, у нас не будут так ярко бросаться в глаза. Ну и теперь давайте начнем работу. Также очень важно здесь включить активный слой, чтобы у нас работа шла только со слоем детали. Ну и теперь зажимаем клавишу Alt, чтобы взять образец чистого участка кожи. И начинаем вот таким вот образом устранять все дефекты. Процесс этот не быстрый и результат будет полностью зависеть от того, насколько вы аккуратно проработаете все области. Также, если вы хотите, можете использовать инструмент точечные восстанавливающие кисти. Он работает немножко попроще. Мы просто выделяем область, которую необходимо нам убрать вот таким образом. И он автоматически все делает. То есть в данном случае используйте тот инструмент, с которым вы привыкли работать и который вам наиболее удобен. Итак, друзья, я закончил устранение основных дефектов на слое детали. И давайте сейчас вам покажу, что у меня получилось. Как вы видите, вот до и вот после кожа стала гораздо более ровной. Все дефекты по возможности я устранил. Как вы видите. Весь процесс я показывать вам не стал, потому что он довольно-таки долгий. Я прорабатывал кожу примерно полчаса. Ну, как видите, здесь нет абсолютно ничего сложного. Единственное, данный процесс довольно кропотливый и отнимает довольно большое количество времени. Но я думаю, хороший результат, который вам нравится, стоит потраченного времени. Ну что ж, давайте еще раз посмотрим результат, который у нас был до и который получился сейчас. Итак, вот до и вот после, как вы видите. Ну что ж, друзья, теперь вы знаете, как использовать метод частотного разложения для ретуши своих фотографий. На этом в данном уроке у меня все. Большое всем спасибо за внимание. И увидимся в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok